Музыка Слава нашему Богу, братья и сестры! Бог дал нам воскресный день, утро, в которое обновилась милость Божья над нами, над нашими семьями, над нашими детьми. И мы можем сегодня быть в это утро в доме молитвы, где проповедуется Божье Слово, где мы несем наши молитвы нашему Господу, принося наши моления, наши желания с благодарением Богу, который заботится, на которого мы можем, как апостол Петр пишет, чтобы мы возлагали на него наши заботы, потому что он печется о нас, он заботится о нас. И мы верим, что сегодня, придя на это место, Бог позаботился о том, чтобы дать нам ту необходимую пищу для нашего внутреннего человека, потому что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. И сегодня это Божье Слово, оно будет проповедоваться, и пусть Бог каждого из нас благословит, чтобы наше сердце, оно было открыто для того, чтобы нам принять, сложить в наше сердце, и когда мы даже уйдем с этого места, нам идти исполнять Божью волю. И начиная наше служение, мы, вставши в молитве, попросим Божьего благословения. Дорогие минуты на пол, на роман, мы увидели, братьев, сестер, А Иисус, дорогой, с нами быть обещал, дадим Богу в сердце простой. А Иисус, дорогой, с нами быть обещал, дадим Богу в сердце простой. Как приятно нам встретиться с вами предлим, и волнение мира забыть, Как отрадно исполнившись другом святым, общение душа зелит. Как отрадно исполнившись духом святым, общение душа зелит. Мы, сионские путники, здесь задохнем, у источника Божьей воды. На флагоре побудем и снова пойдем, за Господа мы во вражды. На флагоре побудем и снова пойдем, за Господа мы во вражды. Здесь в общении сладком забыли мы страх и суровые капли в пути. Ободрение нашли мы в Господних словах, чтоб силою новой идти. Ободрение нашли мы в Господних словах, чтоб силою новой идти. По теснея окружим Иисуса Христа, и взирая быть вечным горам, Похраняю Его под покровом щитам, пойдем по Господних святам. Похраняю Его под покровом щитам, пойдем по Господних святам. Я хотів би разом з вами, дорогі брати і сестри, сказати слава нашому Богу. With each one of you I would like to say praise the Lord. До цього місця всім нам допоміг Господь. The Lord has helped us to this place. І Він сьогодні прийшов на це місце для того, щоби мати спільність з тобою і зі мною. And He came to this place to have fellowship with each one of us. Чи готові ми сьогодні слухати те, що Господь буде промовляти до тебе і до мене? Are we ready to hear what the Lord wants to say to each one of us today? Я хотів би сьогодні з вами розмовляти про те, що... I would like to talk with each one of you about... Last week we had a fantastic opportunity to fast and pray a whole week that it would be closer to God. Це є велика відповідальність і цінність у бітниці Господні, які Господь і зливає на свою церкву. It is a great responsibility and a blessing from God that He has presence with us. Я хотів би поспитатися дітей, діти, чи ви пам'ятаєте, що сталося прошу неділю? I would like to ask the young children, do you remember what happened last week? Знаєте, після того, коли Господь навідав церкву свою народ свій, їдучи додому, мій син сказав деякі таких фраз. Last week, after the Lord, with His presence, touched each one of us going home, my son said these few phrases. Каже, тато, я не знав, що можна так довго молитися і може бути так добре. And he said, my father, I never knew that we could pray so long and it could be so good. And he paused and said, Dad, is it possible that we could have this type of prayer often, more often in our church? Дорогі діти, брати і сестри, чи бажаємо ми сьогодні мати такі молитви в нашій церкві, де Господь торкається наших сердець з Духом Святим? Я хотів би нагадати і об'яснити для дітей, що сталося тоді в суботу, Ми будемо відкривати Слово Господнє, це буде дія святих апостолів. We will open to the book of Acts, Друга голова, Chapter 2, 17 і 18 віршик, Chapter 2, verse 17 and 18. Дії святих апостолів, друга голова, 17 та 18 віршик, говоряться такі слова. Acts, Chapter 2, 17 and 18, is written. І буде в последні дні, говорить Господь, ізолю от Духа моєго на всяку плоть, і будуть пророчествувати ссыны ваші, і дочери ваші, і юноши ваші будуть видіть виденья, і старці ваші сновиденья ми вразумляємо будуть, і на рабов моїх, і на рабынь моїх в те дні ізолю от Духа моєго, і будуть пророчествувати. Дорогі брати і сестри, Господь, він є вірний своїй обітниці, і він ізливає свою благодать на нашу церкву в даний час, і в час, в якій ми живемо, за що слава йому. Я хотів би, щоб ми твердо пам'ятали діти, особливо ви, і я хочу, щоб ви запам'ятали, що коли Господь, Він говорить своє Слово, Він його виконує. I would like that each one of us, and especially the young children, remember, if God promises something, He is faithful to fulfill it. Слава нашому Господу! Praise the Lord for that! Дорогі брати і сестри, це є велика відповідальність і цінність, яку Господь дарує для нас, тоді, коли Він наповняє Духом Святим. It is a great responsibility and a blessing when God fulfills His Holy Spirit in our days. Я хотів би об'яснити і сказати, що стається тоді, коли Дух Святий, Він наповняє серце людини, серце дитини. I would like to explain what happens when the Holy Spirit touches and fills the heart and the heart of young children. Ми будемо відкривати друге послання до Коринфіан. We will open to 2 Corinthians, 6, 16, verse 16. Друге послання до Коринфіан, 6 голова, 16 віршик, говорить такі слова. 2 Corinthians, 6, verse 16, says, Какая совместимость храма Божия с идолами, ібо Ви храм Бога Живого? Как сказав Бог, вселюсь в них і буду ходити в них, і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, and as God has said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. І ще одне місце. And one more passage. Це буде записано перше послання до Коринфіан, третя голова. 1 Corinthians, chapter 3. 16 та 17 віршик, говорить такі слова. Verse 16 and 17. 1 Коринфіанам, третя голова, 16 та 17 віршик, такі слова. 1 Corinthians, chapter 3, 16 and 17. Разве ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живет вас? І якщо хто разрушит храм Божий, того покарає Бог, ібо храм Божий свят, а це храм ви. 2 Інфіанам, що ви є храм Бога, і що Сній Харіта Бога в тебе? Якщо хто хвилює храм Бога, Бог його зберсит. 3 Інфіанам, що храм Бога є свят, що храм Бога є свят. Дорогі брати і сестри, діти, Дуже важливо є те розуміти, що наше серце повинно бути чисте, щоби в ньому пробував Господь, це не я говорю, це говорить Слово Боже. Господь сказав, каже, я вселюся в їх, і буду ходити з ними, вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Чи ми можемо містити в своєму розумі, в своїй свідомості те, що той Творець, який создав нас, який дарував для нас життя, він бажає спільності з нами, він бажає жити в нас. Питання звучить таке, чи удержав ти цю обітницю від Бога? І чи серце твоє є чисте для того, щоби приймати Духа Святого? Дух Святий, він є дуже сенситив. Для того, щоби він пробував в твоєму серці, твоє серце повинно бути чисте. Дорогі діти, всякі грязні ігри, погані ігри, непослушані батькам, непослушані в школі, це є неугодно для Господа. З того часу, коли Господь навідав ваші серця, Господь, він буде промовляти до вашого розуму, вашого сознання, що є добре, а що є погане. І ви будете стояти перед вибором, чи слухатися голоса Господнього. І ви будете стояти перед вибором, чи слухатися голоса Господнього. Чи поступати так, як бажаєте ви. Or to act the way you want to act. Знаєте, є дуже велика цінність і благословіння в тому, щоби Дух Святий пробував в наших серцях. Знаєте, Дух Святий – це є той провідник, який проводить нас до неба, так як GPS на цій землі ми користуємо в своєму житті. Щоби попасти від 08 до 08 до 08. Так же саме Дух Святий, він працює над нашими серцями. Даби нам на цій землі мали direction, мали направлення, і правильно йшли до неба. Чи маємо ми сьогодні цей контакт з Духом Святим? І ми маємо цінність в тому, чи цінуємо це? Знаєте, я хотів би поділитися ще одним місцем Слова Божого. I would like to share one more passage from the scripture. Це буде записано псалми. This is in Psalms. П'ятдесятий псалом, псалом Давида. Chapter 50. Віршик 11, 12 та 13 говорять такі слова. Verse 11, 12 and 13. Отврати лицо Твое от грехов моих і згладь в себе законія мої. Сердце чистое сотвори мне Боже, і Дух правий обнови внутрі мене. Не отвергни мене от лица Твоего, і Духа Твоєго святого, не отними от мене. Возврати мене радість спасення Твоєго, і Духом владычественним утверді мене. Hide Your face from my sins and blot out my inquiries. Create in me a clean heart of God and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from Your presence and do not take Your Holy Spirit away from me. Ми всі прекрасно знаємо ці слова і не раз читали їх. Ми знаємо ці слова і не раз читали їх. Царь Давид свого часу він впав. The king David in his time he fell. Він сугрішив. He sinned. Що робить грі в житті людини, коли вона грішить? What does sin do in our lives when we sin? Тоді тіряється цей контакт з небом, з Богом. At that time, that moment, we lose the contact with God. І царь Давид свого часу, він також почув, що прервалася та св'язь з Господом. And king David, he realized that he lost this relationship and this contact with God. Він не плаче від того, що від його забирається царство. He is not weeping and not crying that the kingdom is being taken away from him. Він не плаче про те, що він тіряє щось в своєму житті інше з цього земного матеріального. He is not weeping and crying that he is losing something from this earth. Але він плаче про те, що Дух Святий він відійшов від Його. But he is weeping that the Holy Spirit is being taken away from him. Звідки царь Давид знає про Духа Святого він не жив в новозавітній час? How does king David know about the Holy Spirit? He did not live in the New Testament? Ми живемо в новозавітній час? We are living in the New Testament times. Але пам'ятаємо те, що Господь він не є ліцеприятний. But let us remember that God is not he doesn't look upon faces. Але в всякому народі but in every nation на всякому місці and every place і всякої людини and in every person яка шукає його that seeks the Lord він наповняє Духом Своїм. He fills them with his Spirit. А коли людина сугрешає і тіряється цей контакт. But when the person sins this relationship is lost. Ми бачимо, що царь Давид він описує своє внутренє состояние в цьому псалмі. We see the king David writes his inner feelings what is happening in this passage I don't know how many years you are in church but I would like to ask a question who remembers that our need was asked in church Brats and sisters помоліться за мене тому що я потеряв Духа Святого Brats and sisters pray for me because I am losing the Holy Spirit Maybe because we never heard this need because we don't value the Holy Spirit Дорогі брати і сестри чи являється Дух Святий цінністю в твоєму житті Brothers and sisters Is the Holy Spirit valued in your life? Дорогі діти beloved children згадайте той час коли Господь навіда вас Духом Своїм Remember the moment when the Holy Spirit touched you Які почуття відчували ви? What kind of feelings did you have? Я вспоминаю себе I remember myself Коли одного разу в служині When once during church була спеціальна молитва де молилися за хрещення Духом Святим There was a special prayer that we prayed for the Holy Spirit І мій тато з мамою каже Сину, іди туди And my father and mother told me Go up front Я був можливо 10-12 років I was approximately 10-12 років Я не знав, що це таке I didn't know what this is Але коли я вийшов туди наперід І началося молитва церкви І цей брат, який молився за дітей І цей брат, який молився за дітей І я бачив, що він підходи ложе руку на одну дитину І вона сповняється Духом Святим І вона сповняється Духом Святим Цей брат ще не дійшов до мене Знайде, з моїх очей лилися сльози Моє серце, воно начало плаватися Господь, Він начав робити свою працю в моєму житті І коли за мене помолилася церква я почувствовал великое посещение Господня в своем жизни. Это было настолько приятно. И так тяжело объяснить земными словами, как себя чувствует человек. И это очень сложно объяснить это, как человек чувствует, когда Господь наведает нею, когда Господь переживает их. Но он, кто пережил это, он знает. И когда он теряет это в своем жизни, ты знаешь, что ты потерял. И ты знаешь, что ты потерял. Дорогий брат и сестра, может, в свой час Господь хрестил тебя Духом Святым. Но когда последний раз ты исполнялся Духом Святым. Когда ты был в последний раз с Господом Богом. Чи наповнене твоё сердце благодатью Духа Святого? Чи воно є сьогодні чисте? Чи воно є готове сьогодні? Мати цю спільность своїм Творцем. А це є найпрекрасніше. Почуття, яке дає Господь. Для людей пережити на цій землі. И знаете, коли грех ввішов в життя Давида, он сразу почувствовал что-то сталося с ним. Он сразу почувствовал что-то случилось с ним. Прервался цей связок с небом. Это отношение, это связь с небом. Вы знаете, что он делает? А он тревожит небо. Но он начинает кричать в небе. Он не удивляющий, что он цар, он падает на свои колена, он взывает к Богу и говорит, «Господи, Духа Святого, не забирай від мене». He doesn't look that he is the king, but he falls on his knees and cries to heaven and says, «Lord, do not take the Holy Spirit away from me». Дорогий брат и сестра, можливо, ты сегодня потеряв Духа Святого в своєму житті. Beloved brother and sister, maybe you have lost the Holy Spirit in your life. Чи готовий ти сегодня впасти перед лицем Господня и бути сповненим Духа Святого? Are you ready to fall on your knees and be filled with the Holy Spirit? В покаянні прийти перед Господом и осознати свою вину. Come to God in repentance and admit your faults. Потому что ты цинишь цей сполукой с Богом. Because you value this relationship with God. Ты хочешь быть сповненим Духом Святым. You want to be filled with the Holy Spirit. Цар Давид, он далее в цьому псалмі объясняет, что хочет от нас Господь, и как возобновить этот контакт с небом. King David continues in this psalм to explain what God wants to have and how to renew this relationship with God. Chapter 51, verse 18 and 19 says, For you do, do not desire sacrifices or else I would give it. You do not delight in burnt offerings. The sacrifices of God are broken spirit, a broken and confined heart. This, O God, you do, do not despise. Другие брати и сестры, David, он жив в законе Моисеевом. King David lived under the law of Moses. И он вертается до Господа такими словами. И он говорит к Богу с этими словами. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. For you do not desire sacrifices or else I would give it. Он знал прекрасно, что тогда, когда согрешает человек по закону Моисеевому, he knew that under the law of Moses, when a person sins, you need to bring a lamb as a sacrifice. Но тут он вертается и говорит, я могу это сделать. Но здесь он говорит, я могу это сделать. Но не этого желаешь ты. Но ты не желаешь это. И он указывает на что Господь взирает. 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 Жертва Богу. The sacrifice of God. Дух сокрушенный. Are a broken spirit. Серца сокрушенного и смиренного ты не призришь. Боже. A broken and confined heart. These, О God, you do not despise. Можливо, сегодня Господь дарует для тебя еще один шанс. Maybe the Lord is giving you one more chance today. Для того, чтобы ты сьогодні виднайшов цей контакт с небом. That you would renew this contact and relationship with God. Можливо, ты маешь цю сполуку с небом сьогодні. Maybe you do have this relationship with God. Але Господь сьогодні застерігає тебе. But the Lord warns you today. Что всякий грех. That every sin. Всяка нечистота. Every uncleanness. Вона може стати преградою між тобою і Богом. It could become a boundary between you and God. И тому Господь сьогодні застерігає, чтобы мы бодрствовали. Because that's why the Lord says be careful. И давайте, дорогие бритые и сестры, пристанемо перед лицем Господне в молитві. И дите також. И дите також. Я прошу вас завжди цініте і шукайте того моменту, щоб мати цю сполуку з Богом. I ask that you would look for this opportunity to have a relationship with God. Будьте слухняни своїм батькам. Be obedient to your parents. Шукайте Господа, читайте і любите Слово Господнє. Seek the Lord and read the Scriptures. И вы будете благословенні и Господь буде вживати вас для своєї слави. И Господу нашому нехай буде вся слава по віки. Аминь. May all the glory be to God. Amen. Аминь. Аллилујј. Глориј. Свят, свят, свят Господь Саваум, Вся земля полна славы Емом. Ассанам, Ассанам Ишник, благословен ходящий в имени Его. Ассанам, Ассанам Ишник, свят, свят, свят Господь Саваум, Вся земля полна славы Емом. Народы, свят, 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 свят. И свят, свят, свят Господь Саваум, Вся земля полна славы Емом. Ассанам, Ассанам Ишник, благословен ходящий в имени Его. Ассанам, Ассанам, Ассанам Ишник. Ассанам, Ассанам Ишник, благословен ходящий т tourisme, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok чтобы Господь наполнял их Духом Святым, чтобы касался их сердца, чтобы они любили Бога. Поэтому давайте сейчас поднимемся для молитвы. Боже наш. Пока дети идут, и, как я сказал, просвитерам вашу, это будет необычное, неординарное. Вы видите все? Дети ушли, они видят другой учителей. И как-то я молился, чтобы Бог благословил учителей, чтобы детям дал страх Божий. Страх Божий есть? Начало только мудрости, дети. Вы изучили все эти компьютера, все. Но страх Божий есть? Начало мудрости. Да если вы хорошо видите и еще слышите, то я так у нас в Молдавии взяли после того в церквях, как Моисея, Ивана, я думаю, братья прочитали, слышали, как его в армии уничтожили, убили. Ему когда за веру, ему сказали, встань и видишь, я прочту, и так у нас делалось в тех временах, во всех церквях, когда встают, я прочту только один стих, и так принято, потому что это есть слово. Не читает какой-то епископ, просвитер, или по имени Аркадий, буква А или другое, это священное писание. И прошу вас всех, перед священное писание, ногами встать, я прочту одно короткое слово. Это будет Лука, 7 глава, 13 стих. Увидев ее, запятая, Господь сжалился над нею, и сказали, не плачь, амин. Сидайте, пожалуйста, занимайтесь. Я вас спросил вначале, видите, вы все сказали, видите, это Молдавана, видите, это Болгара и так далее, у меня там всем, и так далее, видите. Я теща, у меня теща украинка такая, я ей все время говорил, вот ты западенка. Она говорит, нет, я христианка, она меня обличала. Я христианка, вы знаете, есть такой псалом, мы христиане, вот. Увидели Господь. Короткое свидетельство больше, потому что молилась, я обязан, я просил вчера, которое одно слово я взял, которое проповедовал просвитер, служитель ваш, но он Божий, служитель, который, знаете, праведника, чтобы вы, который вы молились, за этого человека, который многие знают, здороваются со мной, вчера обнимали и так далее, видели. И вы видите. А врачи, когда меня завезли после аварии, после акцидента, они покажут вам сейчас, если у них там есть, покажут, покажите, пожалуйста. Вот видите там, видите там, там ничего. Они говорят, мы не будем смотреть. Меня мозги валялись там на полу. Мозги, мозги. Когда до врачей они собрались, пять-семь врачей сказали, не будем смотреть, ты что, он уже мертвый. У меня сердце остановилось. У вас сердце работает, правда? А у меня сердце остановилось. Сердце остановилось. И позвонили домой, что не надо, зачем это, Тамаре, жене там, и там, это у меня инсульция, хорошая, говорит, что будем давать ему 400 или 500 тысяч. Он уже не будет ни говорить. А я говорю. Они говорили, что он не будет кушать. Водите, я вчера покушал, в каждый день кушаю. И они все говорили. Когда привезли мне скорой туда мертвого, мозги, я говорю, мозги там все собрали. В холодильнике поставили, что-то там, эти кости все, и не могли. Я где-то дней, дней 9-10, я вообще ничего не знал. Как этот, если помните, вам проповедуют не один, не два. Что он в монастыру, который стоял там, и что он делал, когда, говорит, пришел к нему разум. Пришел к этому монастыру, разум на свое. И какое слово он сказал? Разум пришел. У меня разум. Я проснулся в самолете. Боинг летает. Как я? Откуда я? Кто это? Данил, откуда ты взялся? В самолете. А никогда не ничего, они в моргах говорили, я не буду делать, кейс делать на каждого больного. Вы знаете, это свидетельство. Забудите имя мое, забудите, кто он такой, не об этом плоте, от которой он создатель наш. Вы знаете, как я оказался, недавно был в Молдавии, там, в Беллсах, я в церкви, там, говорит, ну ты да, я право, я говорю, да, я живу там в Америке 25 лет, так далее. Одна сестра такая, знаете, ты как она палкой, маленькая, знаете, вдова, потому что это я прочитал слово, что увидели ее, кого увидели Господь? Вдову? Вдову? Господь видит ребенка, когда он к отцу, он должен отца слушать, ты должен мать слухать. Увидели ее? И эта вдова приходит ко мне, вы что там живете? Да, она такая украинская, но, знаете, мова такая тяжелая, потому что она, говорит, я уже вышла замуж, тут и в Молдаве, живу в Бельцах, и покойный муж, и вот у меня было такое гонение, то третий, десятый. Говорит, а вы слышали там по радио, им давают такое, самаритянка радио, вот здесь дают, бесплатно в Молдаве, они слушают проповеди всякие, и в этой проповеди, а там, говорит, я слышал такой, у вас есть там голыш, я говорю, у меня нет его, я живу в другом, но я слышал о нем. А я бать их знаю. Сейчас думает, откуда ты, там мы в соседнем селе, и он все время о мире говорил, братья и сестры, это есть мир, благоженную и благодать. Братья и сестры, это благодать Божья, которую она есть. И эти врачи, я о себе буду говорить больше, эти врачи не хотели смотреть даже, когда кейс, у меня в самолете я проснулся, вижу, смотрю там эти медсестры, Тамару вижу жену, и летчика, а тут Боинг летит, который ему миллионы долларов, меня одного везут. Думаю, чем я заработал, что такое случилось, откуда я взялся, пришел разум ко мне, в самолете летают. А вы молились? Кто как молился, Бог знает слово, что вчера сказал ваш служитель Аркадий, праведника, а Бог слышит молитву праведника. И, вы знаете, я обязан, зато и пришел, попросился, чтобы благодарить. И везде, когда написано к этому имя мое, Данил, когда-то я был юнаком, она как-то не по себе, знаете, в селе мы все, ну, Данилу мне кто как-то говорил, а когда я начал мамой искать, читать Библию, мы помните, когда-то, в тех годах, люди помнят, мы виршики изучали, помните, церкви там ставили, что-то, знаете, и потом читали. И когда мне дали, показался, Данил, муж желанный. О, мама знала, какое имя мне давать, муж желанный такой, вы знаете, чтобы, и вот, и когда меня завезли в Эшвиле, Норкаролайна, самолет, завезли, а этот не хочет доктор смотреть, вы что, говорит, у меня есть дипломы, я видел живых, но мертвых я нет, я не хочу. Он говорит, да нет, он живой, он же прочитал кейс, мое личное дело, и он мял, не может быть, как это, мозг на полу, все эти кости с него, как он может говорить еще, дышать, о чем, с кем говорить, и сердце было, и все, это было такое, такое, но Господь есть Господь, и мы думали, что ему шутку делают, а он потом говорит, нет, он же не может быть, что я, говорит, образованно, я же видел все. И когда он пришел, они все со мной разговаривают, на каком языке, я говорю, на каком хочешь, тест делать, я говорю, я могу на 7 языков говорить, как они, он не понимает, они тест мне на всякий, переводчика украинца, русского, белорусского, какой хочешь, молдавского, румынского, немецкого, мы бы знаем, болгарского, моя мама болгарка, он может разговаривать, что за мозг у него, и пришли из говермента, из Нор-Каролайна, из говермента, повторяю, из Нор-Каролайна, чтобы я контракт сделал с ними, вот оно есть, я служителю вам дам, это истина, они не то, что кто-то, где-то, что-то сделал, если ты отойдешь в вечность, чтобы твой мозг, мы в учебу, в научные институты, чтобы они вели, я говорю, где это такой, научный институт какой-то, я дам, чтобы вы видели, за 2 миллиона 400 тысяч долларов, они мне дают деньги, чтобы узнали, что за мозг там, как это, как у этого царя, он сказал, слава Богу, братья и сестры, я говорю, вы слышите, у вас уста есть у всех, языки есть у всех, говорите, слава Богу, навеки, слава Богу, братья и сестры, везде, везде, где мы пойдем, и это неординарно, они говорят мне, у нас есть медикаменты, мне 26 медикаментов давали, чтобы пить, чтобы в этом мозге, я не размышлял, чтобы я спал, чтобы я ничего, вообще никакие все, и наркотики, что угодно мне давали, и во всем, и говорит, ну, жене, говорит, ну, Тамаре, говорит, ну, наверное, месяца полтора, а уже в третий год, он говорит, он ходить не будет никогда, я хожу, нету нигде ни одной царапины, я не знаю почему, потому как вчера проповедовал, я не то, что он личность, мне не нужно Олешин, мне не нужно Сидору, Петрову, нам нужно Евангелие, которое есть благословенное, знаете, которое во всем, это истинная воля, а истинная сделает тебе, и потом поешь, я свободный от неправды, и говорит, о, брат и сестры, так что дети, вы дуже добре разумеете, я могу до вас балахать, а отца и матери, надо слушать, везде поразмышлять, потому что тут неординарно написано, к завершениям, вы знаете, вот, и они сказали, мужи, они, они же, когда, мужи, сейчас я прочту, на 9-10 стих, и сказал он мне, Данил, мужи, лани, вники, вники, в слово, которое я скажу, так что, когда тебе, юнак, мама, батя, дедушка, бабуся, мои дети говорили, бабуся, что-то украинец, такое слово есть, но они бабуся говорят, говорит, балакай до тебе, слухай, вникай, вникай перед тем, что-то делать, Бог Господь видит, и слышит, как эту вдову, и написано там, та вдова, когда проводила, у ворот города, провожали ее, написано, многие, многие, вдова, что вчера было вдове, многие проводили, многие, многие, братья и сестры, многие, и эта сестра, я с ней, она говорит, я говорю, нет, будешь у меня ночевать, я говорю, а у меня есть братья, у меня есть, куда сестра, братья позовут, нет, я хочу, чтобы ты вдове, зато я вчера, мне по душе было, когда, когда это, братья говорили, не то, что личность ваша, или какого-то служителя, а этой вдове, потом еще, брат, это продолжал, вы знаете, мне будешь у меня, почему, там есть, у меня много нема, говорит, как кто-то сказал, в Сарепту, в Сарепту, да, много нема, говорит, ну я найду тебя где-то, вы знаете, потому что уже, человека нема, вдова, вы знаете, вдовра меня приняло, а в собрании, как у вас, прекрасная скамейка, у них скамейки нема, из дома приносят скамейки, так она меня внушила, что я думала, ну вчера, к вашему суть сказать, если можете, что-то там, если нет, вы знаете, когда особенно деньги, что-то дает, не давай, если ты считаешь, что лучше для машины делать, эти миллионы, ко мне, четыре раза, президент компании, был в госпитале, мертвый, он четыре раза посетил меня, в Гранд Рапиде Миштер, с семьей, кто я такой, думаю, ну кто я такой, вы знаете, велик Бог, братья и сестры, молились многие церкви, мне было обличение, чтобы я свидетельствовал, и везде, как не пройдем, я завершаю, потому что есть это, но одно, везде пройдем, на самолетах, мне перевезли, и в Молдавии, или везде, на вертолетах, на БМВ, на всех машинах, но в Царстве Божьем на колени пройдем, в Царстве Божьем на колени, что вы как-то будете помышлять, я хочу завершить это дело, когда-то Данилу, он говорит, рука к нему коснулась, и он встал на колени, рука коснулась ангела, и он встал на колени, я в состоянии встать на колени сегодня, я прошу церковь, в церковь есть столб, и утверждение, церковь есть столб, и утверждение, это единственная моя, написано, и она так она и есть, единственная моя, когда я видел, мои дети пришли ко мне в госпиталь, и по дежурным мне дорожили, да, и мне поставили, чтобы ТВ посмотреть, как что-то, ничего, а тут смотрю, они привезли мне сын, Игорек, говорит, папа, смотри, Горбачева, ты знаешь? Говорю, ну как, я работал при Горбачеве. А он с той палкой идет, еле-еле идет, а этот корреспондент, женщина с этим микрофоном, ему хочет интервью давать что-то. И говорит, миссис Горбачев, миссис Горбачев. А он говорит, нет, я не миссис, я грешник Горбачев. Я говорю, кто говорит это? Кто говорит это? Вы подумайте, пожалуйста, который союз был мирового масштаба. Он мог нажать на кнопку и все. Я грешник Горбачев. Потому что внутри есть, что проповедует ваши, кто, откуда приходит знаниями, дипломами, все это. Но есть душа. Есть душа. И приходит время ей выходить за пределы. Есть за пределы. И тогда, тогда ему уже видеть, что ему надо куда-то. И он говорит, я грешник, мне надо покаяться, мне принять хрещение. Братья и сестры, это есть великая истина. И я стану на колени. Я прошу церковь, чтобы вы видите, я первый написано, за все благодарите Бога. Это есть во Христе Иисусе. За все благодарите Бога. За все. За все благодарите. Я стану на колени. Каждый из вас. Только мы нужны. А я имею великое благодарение. Я говорю с вами, могу на какой мове. Я хожу пешком 9, 10, 12 майлов. Думаю, Боже, смогу. Хожу пешком. Все, достаточно во всем. Самолет и летел. И тут нет у меня никаких вопросов во всем. Только милость Божия. Я не могу. Врачи не верят. Они не понимают. Хейс на меня такой большой читает. Не могут. Мой мозг хотят уже за это. Миллионы продать. Душу мою. Сколько стоит твоя душа, братья и сестры? На колени я схиляюсь, как я сказал, Давид Никит поет. Схиляюсь. Я прошу вашего служителя, чтобы помазание было благодарен ко мне. Это вы молились, эта церковь. Кто желает прийти сюда, склониться, потому что перед Богом надо склониться. Есть за что благодарить. Есть за что благодарить. Есть сестры благодарить. За что? Это единственная наша, это единая церковь наша. Слава Иисусу, братья и сестры. Нет у кого. Нема за что это все, за все благодарить. Я встану на колени и в церковь молиться за это благодарить Кераментус, Керамерикантус. Великий ты Бог. Великий ты Бог, Керамерикантус. Сестры, знаете, трошки переживаю, потому что, наверное, последний раз я выходил за кафедру, как был в том зібране старом. Но, прежде всего, я хочу сказать, что великая Божа милость, что я стою на этом месте и благодарю вас и в ваших молитвах. праведникам. И знаете, я хочу трошки рассказать за себе. Почти, что, рік назад мы мали приблизительно таке самое зібранье, служение, как мы проводили поз прошлый тиждень, пести, молитву. Вот. А все начало десь приблизительно за месяц до этого. Я на работе сидел на ланчу и мне очень сильно голова заболела. Я не пью много таблеток и так все через себе, я очень мало пью. Это было раз, другая, третья, и подошло до того, что я уже начал выпивать альбопрофен по 6 штук на день. И оно не помогало. И в пятницу, как ныне я уже сказал до Лени, я уже останусь сегодня дома. А она говорит, ну да, то только так зранку, а потом ты все равно рванешь. И я уже сидел на диване, надев шапку, уже мне ничего не помогало. И пришел тот момент, когда уже ночью я прокинувся и сказал до ней, дзвони или скоро или до кого-то, хай кто-то начинал молиться. Хотя мне кажется, что я прокинувся от того, что я уже сам молился. Приехал мой брат, приехала мама Лени, приехала скоро, сказали, что с ним все нормально, хай остается дома, мы поехали назад. А мама Ленина, моя тяша, говорит, что забирайте его. И знаете, я считаю, что это Бог дав ей на разум так сказать. Бо если бы мы поехали и были сами, то не рад ли, чтобы я стоял сегодня перед вами. И когда меня забрали в госпиталь, прошло буквально, я не помню, сколько часов прошло, но до нас пришли из госпиталя и сказали, знаете, такие слова, которые никто никогда не хотел бы почути, я бы сказал, дай Бог, чтобы никому таких слов не сказали. Сказали, что у тебя четверта стадия, обголь в голове, и размер приблизительно таки, как гольфбол. я увидел, как Лена заплакала, я просто лежал, и от этого момента прошло приблизительно минут 40 до години, пока меня перевезли на Ріверсайд. Я ехал в цей машине, я був, в принципе, в сознании, и все мои 40 лет, я бы не сказал, что перейшли в Новин, но приблизительно я вспоминал от начала, от когда я себя выполнил, до того момента, когда я был в этой в Эмердженции машине. И меня привезли на Ріверсайд, не вспомню, сколько времени пройшло, но прийшел доктор и говорит, тебе нужно делать операцию уже зараз. Я сказал, насколько это серьезно, он сказал, что это настолько серьезно, что тебе буквально пару минут на решение этого вопроса. Я так соби помолился в себе, хотя я не знал, что говорить и что сказать. Він каже, что будут последствия после операции, которые могут тебе привести до того, что ты можешь потерять зир на 90%, может, рука не делать, могут быть какие-то дефекты. Мы с ним поболели, я говорю, во-первых, у нас нема ни инчурнца, нема ничего, а он говорит, что это самое остальное, за что тебе нужно переживать, тебе сейчас просто нужно согласиться на операцию. Я поболели, выхода нема, мы согласились. Від нас отправили додому через тиждень, буквально прошло десь, наверное, 7 дней, и мы приходим на операцию и переживания были таки, что невозможно передать, но в тот момент, я забылся, в тот момент, когда мы приехали додому после всего, мы сели так один против одного и я сижу, и я говорю до Лени, это самое главное, чтобы я хотел сейчас подчеркнуть. Это, в принципе, из-за чего я стою здесь и хочу вам сказать, что в тот момент, когда мы приехали додому, я говорю до Лени, я говорю, неужели я что-то не понимаю, неужели я что-то неправильно почув, что мне доктора сказали? А вона говорит, ты знаешь, я настолько спокойный в середине, что, таке, я не чувствую того приговора, настолько спокойствие, но вы понимаете, как спокойное озеро, в воде ни хвильки, ничего не было. А вона говорит, ты знаешь, у меня точно так же самое. Мы стали помолились, мы были готовы. И не знаю, чого, но в сердце был мир, спокойный. Но тому всему есть предусловие, тому миру, тому спокойствию и тей благодать, которая наполняет сердце наше. Опять же, я начинал с того, что был пестный молитв перед тем. И, знаете, ну, я не скажу, что я равнодушно видишься. Ну, я пребывал в цьому, мы пребывали в молитве, но ревно за месяц перед тем, десь приблизно опять, я перед тем, как ты на работу, лежала газета наши дни. И на них такими зелеными буквами вроде бы было написано, что за все благодарите и роль благодарности в жизни христианина. Это я как ниня помню. И вы знаете, от того момента, как я прочитал эту газету, меня тогда еще голова не болела. Я тогда еще не знал, что такое сильные боли могут быть. Я почав благодарить Бога. Я благодарил Его везде, я благодарил в ранок, благодарил в вечер. Молитва благодарности чогось была в той момент, от моего сердца и моих уст, я не знал для чего. Знаете, молитва благодарности самая цена перед Богом. И когда мы шли на эту операцию, мы стали помолиться, пришел мой брат, пришел еще один мой друг. Мы встали в палат и помолилися. И знаете, было такое состояние, что мир, спокойствие, хотя оно, знаете, где-то там сзади, оно нагадывало, чого ты тут и что с тобой стается. Но все стается во время, все именно стается тогда, когда оно должно статься. Мы должны что-то поменять в нашей жизни. И я хочу прочитать одно место, которое написано, это будет 120 Псалом. Возвожу очи моих горам, откуда приходит помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Только от него наша помощь может быть, и только на него мы можем уповаться. 10 прокаженных они были очищены и только один вернулся. И я подумал, Боже, насколько я должен тебе благодарить за эти все милости, за эти все дания, которые ты создаваешь для нас. Знаете, ни один день не проходи, чисто он так, он так, он так, он так, он так, мало будет. Нет, Бог нас проводит каждый день, каждый минут, каждый минут, или в автобусе, или на работе, или что ты делаешь. Знаете, я 15 лет проработал на конструкции и у меня не было ни одного эксидента. Но, то не я такой мудрый. Бог хранит, Бог оберегает, Бог благословляет, брат Даніил сказал, что он попал в этот эксидент, вчера вы видели, какой-то невозможно. Но, не брат Даніил такий, то Бог такий, что я сохранил его, зібрав его докупи и поставил на это место, что он рассказал вам, насколько Бог добрый. Мы каждый через что-то переходим, но, как мы замечаем все маленькие милости Божьи и благодарим за них. Знаете, я рассказываю, что такой случай после операции нам нужно было очень много бумаг оформлять. Я не сказал, что мы таки сильные в этих вопросах, но мы стали и помилились, и говорим, что нам нужно в госпиталь идти. И мы не знаем, что делать. Мы не знаем, до кого вернуться. Дзвонит телефон и говорит, что вам такой-то, такой-то должен в госпитале помогать. Это было имя жены. Но мы совсем не знали, где ее шукать. Мы пошли в госпиталь. Риверсайт очень величезный госпиталь. Там в госпиталь. И мы раз пришли в ресепшн, они сказали, мы не знаем такого, идите дальше шукать. Мы наверное, разов 4-5 подходили, и нам никто не мог помогать. Я говорю, Лена, идем уже домой, потому что мне уже тяжело было, и мы уже вышли, говорю, Господи, мы так верили, что все Божье устройство, насколько мы пришли до этого времени. Мы идем по коридору, и выходи женщина, говорит, у вас такой выглядит, как будто вы тут загубились. Я говорю, да, мы точно загубились. Мы шукали имя, мы назвали имя, кого мы шукали, и она говорит, то я. И вы знаете, что она нам помогла с теми документами, которые надо было сделать. Я из-за чего это скажу, что и в таких милостях, в таких маленьких случаях, которые в нашем жизни становятся, это Божия рука, это Божия милость, это Божие устройство. Вы знаете, через то, что я перейшов, через то, что перейшла наша семья, я побачил, насколько важно быть с Богом, насколько важно быть в церкви, и насколько церква я тебя поддерживаю, вы знаете, я перекинался, я перекинался, сколько молотов было принесено вами, за мою семью, за меня. После операции меня привезли назад, и я еду на поднимаю, поднимаю, поднимаю левую руку, поднимаю правую руку, пальцы сгиняй, и из того всего, что я понял, они не ожидали, что я буду нормально видеть, хотя, они сказали, что ты приблизно потяраешь на 80-90%, я только потянул 10% зрения. И они буквально еще дня три до меня приходили, я говорю, цему доктору, он приблизно мого возраста, ему 40 лет, я говорю, ты знаешь, через твои руки Бог сделает великую работу, а он так усмехнулся, правда, ничего он не сказал, вот, я потом его спросил, насколько это, что происходит, насколько оно, он говорит, ты знаешь, что от 30 до 40 это самые опасные моменты, и я так подавился в своем жизни, буквально целый год этого жизни до момента, когда я стою перед вами, Бог сделал великую милость моей семье, он оставил дитям батькам, он оставил жене и человекам, он оставил сына и батькам, он оставил вам брата, которого вы еще несли на своих руках молитве, потому что Бог являет милостей по молитве народа, и все это не случайности, это Божие определение в жизни нашей, чтобы мы могли найти его, чтобы мы могли поблагодарить его, чтобы мы могли воздать ему хвалу, славу, которую он достоин, потому что он один достоин славы, и он никому своей славы не отдастся. Но если мы перестанем его благодарить, знаете, будут другие последствия. И я, когда вернулся из госпиталя, вы знаете, самое первое, так Бог мне положил на сердце зібрати всех и подякувать. Вы знаете, когда я заходил в двери своего дома, вышла моя старшая дочка, и я ее понял, каже, Даяна, ты не представляешь насколько я рада быть в доме. ездил из госпиталя, я смотрел на это все, оно мне было знамое, оно было совсем в другом мире. И я говорю до Лени, ты знаешь, оно мне знамое, но оно мне и новое. потом пришлось обракать снова с доктором, он говорит, знаешь, как в тебе поковыралися там в мозгах задний, то тебе много чего должно быть нового, но мы удивляемся, что ты так быстро став на ноги, а ты знаешь, сколько за меня молился. Это, в принципе, два раза по колоколу я ему сказал, и он опять же другий раз так улыбнулся и, знаете, как они говорят, have a good day, God bless you. Он так сказал, я думаю, Боже, ты знаешь, он хоть знает про тебя. И много чего в нашей жизни случается не по нашей воле. Но все зависит, как мы воспринимаем это. Когда мы соглашаемся с волей Бога, когда мы это принимаем, шукаем то место, в котором мы должны быть перед Богом, перед нашими детьми, перед женщиной, перед батьками. Бог являет милость, Бог даёт еще тот один шанс, оставляет еще на тот один рік, что мы могли привести свое життя в порядок, что мы могли стати на ту дорогу, на которую Он нам приготовил, что мы стояли перед Ним в том положении, в котором Он хочет нас бачить. И опять же, каждый раз я так думаю, насколько важно иметь в сердце тот мир, когда, кругом тебя все рушится, все падает, а ты маешь в сердце мир, Бог даёт мир не люди, и не люди, и не как всего, только Бог один может дать в сердце мир, спокойствие. И вы знаете, много людей, даже не маячи того мира, не столько от каких-то болезней, или чего, но начинается то, что они называют депрессия, хотя я не знаю, что это такое, но мне кажется, что если нет на кого упиваться, и ты не знаешь, куда, в какой куток найти, или бегать, то тогда начинаются проблемы. Но то, который заради нас, заради нашего спасения пролил свою кровь, в которого мы имеем исцеление в его ранах, мы до него приходим, и он нам виходит на встречу. И вы знаете, я побачу это в своей семье, я побачу это на сове, и я могу вам твердо сказать, что только с ними мы можем победить, только в нем наше життя, в нем наше спасение. И я всем вам хочу подякувати за ваши молитвы, за вашу поддержку для меня, для моей семьи. Знаете, я много понял, я понимал, сколько у меня есть друзей, я понимал, насколько церква прилежно может молиться, и я понимал, что без церкви мы не ничего, мы без Бога не ничего, потому что он наше упоминание, он наше спасение, и в нем наше життя. Ему хай будет слава, потому что достойный, ему хай будет подяка, потому что достойный ей. Найбільше за все благодарю и славлю вас. Аминь. Толя проходить дальше леков проходить химиотерапию, мы понимаем, что жизнь его, может оно не меряется 60-летним или сотнями, как и наше, но его жизнь в руках Божьей. Продолжить, продолжиться, покличе, готовы идти против сестра. Спасибо Богу, и попросим, чтобы Бог было оставил надалее Толю. Аллилуйя. 715, «Если в бурях жизни», после хора. Если в бурях жизни будь Твою кручок, кручами у меня будь Твой оброчен, вспомни, сколько милости Господь явит, утирляться будешь, но Он совершил. Милости Господне с вами считай, все и до единой сердце повторяй, вспомни, кого щедро надели, утирляться будешь, что Он совершил. Время и заботы на тебе бережит, тяжкое ли горе душу тяготик, милости как вспомнишь, вознесешь глобу, сбросишь все сомнения, воспоешь полу. Милости Господь и спомни, всем на едином сердце повторяй, склонник огот щедро наделил, удивляться будешь, но Он совершил. Милечки богатых благами земли, склонни есть сокровище на небесе, всякую нужду восполнит сам Господь, золото дороже то, что Он дает. милости Господь не спам и дай, свея и на едином сердце повторяй, склонник огот щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. А подрежь духом на Христа взирай, силою Его все скорби побеждай, памяти все милости Его храни, и найдешь ограду на земном пути. Милости Господне с вами дай, всей до единой сердце повторяй, склонник огот щедро наделил, удивляться будешь но сам еще слава Богу. Коли я йшла в це зібрання, то я не думала тут говорити і просто думала написати записку, що дякуємо за народження нашої внучки. Але як я прийшла і почула ці свідчення, і моє серце, воно не просто дякує Богові. Я побоялася не здати достойної хвили Богу і рішила сказати це свідченням про милість Божа в нашому житті. Могло би бути просто просто народження дитини, яке ми проходимо всі сім'ї багато раз в нашому житті. Воно, здається, нема ніякого тут дива. Але я знаю, що це велика милість Божа. І велике чудо Бог сотворив в нашій сім'ї. І я працюю з одною дівчиною, вона в свідках Єгова, і вона каже, ну ти знаєш, в наші дні вже Бог не являє ніяких чуд, це було всі чудо він творив, коли ще були учні на землі. Я так навіть здивувалася і кажу, думаю, як так можуть люди, віруючи в нас, я рахую себе віруючою. І думаю, як так люди можуть наші дні навіть говорити. Кажу, ні, то не правда, в нашій церкві кожен день Бог являє чудо. І я хочу сказати, що Бог її вивів в нашій сім'ї чудо. І через те все в нашій діани були, нормальна вагітність проходила. І от один день воно все дуже так якось прийшло в один час, в один день, можна сказати. І вона себе почувала все добре. І в зібранні от приходила, не минулого ділю ще була в зібранні, все добре, але як здає аналізи, то врачі казали, що почки дуже погано в неї працюють, і можуть в будь-яку хвилину відказати почки. Спочатку її сказали вдома, на бедрес, щоб вона не вставала, щоб лежала. І через тиждень провірили, і аналізи набагато погіршилися. І вони сказали, що нам треба тебе положити в лікарню, щоби наблюдати, щоб ми не втратили ні тебе, ні дитину. І було більше переживань за її життя, як за життя дитини. І з кожною хвилиною ті аналізи все гірше і гірше. І вони казали, що можуть з такими поганими аналізами, можуть статися або судороги в жінки, або строк, і можуть статися наслідки на решту її життя. І вже останні дні в неї стали дуже великі головні болі, і вони боялися, що може бути строк. А я на роботі кажу до дівчат, таке все погане, в мене такий мир в серці. Я кажу, навіть, чи я не розумію, про що лікарі говорять, що в мене такий мир в серці, тут в церкві був тиждень молитви, і я це все принесла перед Богом. І якийсь Бог дав такий, я взагалі тут дуже переживателна, і мені багато не треба, я буду все переживати. А то якось так, що, ну я просто знаю, що по молитвах церкви це все Бог і дав мені пережити таким миром. І Діана перенесла, вона все передала в руки Божі. І я бачила, як Бог все острояв. Коли врачі дуже-дуже переживали, то ми стояли в якомусь такому, буквально, мир. І як от Толік сказав, ніодної хвилі, так само і то. Я кажу, розуміла, що це може бути, але якось так все було в руках Божих, що я зараз бачу, наскільки Бог добрий. І молитви були, пост молитви, і ми так все віддали в руки Божі. І коли врачі стали визивати родиця, я думаю, ще на місяць раніше дитинка може, вони казали, може жінка в реанімації, може бути в комі, може дитинку в реанімацію забрати. І коли почали визивати родиця, думаю, це ж вона не родить, це ще рік раніше, це місяць раніше, думаю, напевно, закінчиться все тим, що зроблять кесарьо. Але її організм став так на все відповідати, що за 12 годин вона без всяких усложнень, і родила добру, здорову дитинку, 7 паундів, 2 аунца, це на 8-місячне дитя, це дуже добра вага, і дитинка сама могла і дихати, і температуру сама тримала, і цукор крові перевіряли, бо казали, що дуже може втратити цукор крові, і їсть, і все добре, і дитина, і мама, і через 2 дні виписли додому. І я могла би це все вприйняти, ну, пішла, родила, прийшла, все, слава Богу, як і всі остальні, але я це сприймаю як велику милість і чудо Боже, і хочу дякувати Богу. Дякую всім вам за молитви. Мир полный, мир, і там не суета, там мир дает, і там нам кров Христа, мир полный, мир, милість і царів, і царів, і царів, і царів, Мир полный, мир, вдали от дороги, Господь сохранит путя земных. Мир полный, мир, хоть будуч нас темна, Христос царит и сила нам дана. Мир полный, мир, мир, полный, мир, Хоть скорбь нас ждут, нас ждут тесни, Но на груди Христово мир и ссорит, Да, мир царит, да, мир царит, да, мир царит. Мир полный, мир, хоть свет видна кругом, А на побежье надо вновь Христово, Когда ж придет конец земной борьбе, Христос, как край небес, возьмет себе. Мир полный, мир, мир, полный, мир, Хоть скорбь нас ждут, нас ждут тесни, Но на груди Христово мир и ссорит, Да, мир царит, да, мир царит, да, мир царит. Братья и сестры, за это служение, которое Бог нам подарил, Скажем, слава Богу. И я, мне нравится слушать свидетельства, Может быть, кого еще есть свидетельства, Я с удовольствием тоже послушал бы вы, Не стесняйтесь, может, кого-то еще есть от Бога такое, То, что Бог сделал в вашей жизни. Я буду сегодня читать, это книга Руфь, Вторая глава, второго стиха, начнем, Будем выборочно читать. «И сказала Руфь Моавитянка на имени, Пойду я на поле и буду подбирать колосся По следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосся позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, Которая из племени Елемелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, Господь с вами. Они сказали ему, да благословит тебя Господь. И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам, Чья это молодая женщина? Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, Это молодая женщина, Моавитянка, пришедшая с наименью с полей Моавитских. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома. И 14 стих. И сказал ей Вооз, время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. И 17 стих. Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала. И вынула руфь из пазухи своей, и дала ей то, что оставила наевшись сама. И 23 стих. Так было она со служанками Воозовыми, и подбирала колоссия, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Слава Богу. Эти выборочные места, которые мы прочитали. Я вчера сидел на празднике жатвы в соседней церкви у нас там, и как-то слово одно мне пришло. Я посмотрел на зал, и я видел, ну, наверное, может быть, процентов 30 людей, оно было с нашей церкви. И мне как-то слово так пришло, я открыл руфь, и пришло вот это слово, 7 стих. И пришла, и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома. Я как-то начал анализировать. Думаю, люди вот пришли, их никто не загонял в соседнюю церковь, приходить, все, праздник. Жатвы был. И что двигает людьми, которые, можно сказать, еще не просто на свои служения ходят, а еще экстру что-то хотят. И как-то Бог мне дал вот это вот размышлять над этим словом. И я хотел бы назвать сегодня вот эту проповедь «Голод», почувствовать голод еще до голода. Сегодня вот брат Анатолий говорил о том, что перед тем, как он узнал свой диагноз, он, если вы заметили, он сказал, что Бог уже его начал подготавливать. Уже за месяц до этого он уже читал вот эту газету «Наши дни» о мире. Бог уже созидал его духовного человека. Человек не знал ни диагноза, не думал, наверное, что такое диагноз. Ну, голова болит, но много у нас у кого голова болит иногда временами. То погода меняется, то осень, то еще что-то там. Ну, могут какие-то мысли приходить, но Бог, Он знает все наперед, слава Богу. И мы все вот там через два месяца будем праздновать праздник жатвы в нашей церкви. И вы знаете, праздник жатвы – это уже подведение каких-то итогов. Но я хотел бы вот заранее как-то начать, потому что 23 стих говорит, что «Так она была со служанками, вовозами и подбирала колоссия, доколе не кончилась жатва». И у нас так, образно говоря, у нас еще есть время для нас всех, когда еще вот эта духовная жатва или какое-то нас, ну, очередное, то, что мы подводим, итоги какие-то в своей жизни. Время у нас есть еще и время для того, чтобы, ну, запастись чем-то. Мы слышим пророчества, которые Дух Святой возвещает в нашей церкви, что время идет тяжелое. Мы не знаем, или оно глобальное будет тяжелое как-то. Мол, кто-то ждет какой-то апокалипсиса глобального времени. Но иногда это тяжелое время, оно просто нас не спрашивает. Она стучится в семье наше, она стучится в жизни наше, она стучится в здоровье наше. И мы, может, ждем там Антихриста, а он еще, может быть, еще какое-то время не придет, а другая какая-то беда приходит в нашу жизнь. Я думаю, семья БДшков тоже не ждала в своей семье, может быть, в этом 16-м году, что что-то постучится в их семью, в их жизнь, такое вот событие. И вы знаете, Бог, Он, здесь Руфь, еще не была зима. Мы как-то люди, мы в Америке привыкли, я как-то сегодня сидел, анализировал, тоже такое вспомнил, вот этот, наверное, пророчество лет, там 5-7 лет назад, когда Дэвид Вилкерсон еще говорил о том, что вот какой-то запас надо, чтобы был там у людей на какой-то месяц, ну, может быть, какой-то кризис будет или что. И когда мы просто проанализируем какую-то свою жизнь, я так подумал, ну, а сколько, допустим, если вдруг там магазины закрылись бы, ну, недели там 2-3, может быть, если все пооткрывать, там все почистить, еще скудно питаться, ну, наверное, можем там протянуть. У нас в Америке пропало чувство как-то, чувство зимы, чувство осени, чувство то, там мы как-то картошку запасались, там еще что-то. То есть здесь у нас как-то пропало чувство, ну, такого вот поплоти даже нам чем питаться. Мы как-то знаем все, доверяем Богу там все, живем, можно сказать, одним днем. Точно так же оно перекладывается на наше какое-то духовное состояние. Мы слышим иногда, что есть, будет зима, будет духовный какой-то голод, будет еще что-то, но мы как-то равнодушно так относимся. И жатва – это время собирания, когда даже у тебя еще тепло на улице, а люди думают, муравей думает, написано, пойди к муравью, ленивец, и научись. Во время лета он запасается, он что-то на себе тащит. Я не говорю сегодня, что мы еще больше запасались в наших холодильниках, у нас и так, наверное, эти холодильники полные. Я бы хотел, чтобы мы сегодня говорили и не просто даже о запасе, я сегодня хотел бы говорить, а я сегодня говорил бы даже о колоссиях, о зернах, которые колоски она собирала. Руфь, она не принадлежала к израильскому народу, но Бог, он позаботился и о тех людях, которые находились в бедности, которые были пришельцы, которые на тот момент, которые не сеяли, которые не ухаживали за теми зернами, но Бог уже позаботился, что даже те люди, которые в своей жизни ничего не имели, они могли наследовать благословение в своей жизни, слава Богу. Но это благословение, оно не просто падало к ним само, нужно было потрудиться и собрать благословение. Братья и сестры, как мы в своей жизни благословение, это собирательный образ, это что-то, оно как-то выражается в чем-то. Да, Бог дает нам спасение, но благословение нам нужно собирать как-то в свою жизнь. Хочешь ты долго жить, слушайся отца и мать, написано. Это первое заповедь с обетованием. Хочешь ты добрую жизнь проводить, ну, будь послушным. Хочешь ты благословение в своей жизни иметь, ты начинай собирать. Мы надо думать, что вот сам как-то ЕПС к нам все привезет, все благословения и все точно так же в духовном мире. Ты должен собирать, ты должен, по крайней мере, я однажды проповедовал об этом, хотя бы физически прийти на служение, это номер один. Ты должен хотя бы прийти, открыть свои уши, чтобы уже благословение и благодать Господня, она могла касаться твоего сердца. Ты должен сделать какой-то шаг, собраться, прийти. И вовремя прийти. Вы знаете, здесь зерна и даже снопы, это еще далеко до хлеба. Это уже почти хлеб, но это еще далеко до хлеба. Это нужно было вымолотить, это нужно было еще провеять, это нужно было перемолоть, это нужно было замесить еще тесто, спекти хлеб, это еще какой-то процесс. Да, там однажды, вот, Ваос, когда она собирала во время этой жатвы, Ваос позвал, говорит, иди сюда, тут уже есть готовый хлеб. И Божье благословение, мы всегда привыкли, мы всегда, ну, готовый хлеб. Ну, вот, в церкви слушаем, там, проповедников, там, еще. Мы уже готовый хлеб привыкли в своей жизни, ну, получать. Хотя мы не всегда рады этим готовым хлебом, у нас как в той песне поется, что, а у нас иногда как сор выметает горбушку веник. Уже готовый хлеб нам подают иногда, и слово иногда идет в нашей церкви, да, а мы уже вот этот готовый, испеченный хлеб, а мы уже начинаем его выметать. Нам иногда могут проповедники не нравиться. Я как-то в последнее время так анализировал, с некоторыми людьми общался, и я как-то, ну, как-то был в таком, ну, не в шоке, но как-то в таком, я думаю, ну, как можно так как-то злым быть на проповедников? Ну, даже какие они есть, но это, они дают как-то, ну, хлеб дают, нам уже готовый хлеб. То, что ты не молол этот хлеб, ты его там не переквашивал, ты не знаешь, как он, этот проповедник готовился к нему, как все, ты просто веником выгреб и еще просто этого проповедника готов побить. Я, ну, не к себе это говорю, я еще, слава Богу, вы меня терпите, и все, Бог благословляет. Я бы просто хотел бы наши отношения, наши отношения, вы знаете, если бы Русь в то время, когда ей дали, вот она уже собирает колосьев, все уже вокруг вот этих колосьев хлеба, оно уже настолько все насыщено, и здесь Волос говорит, иди еще вот, ешь хлеб с уксусом вот этим. Ну, уксус, может быть, там была какая-то аджика или какой-то, не знаю, соус какой-то. И на самом деле, если человек жмет, ему надо серьезно чем-то, Руф могла бы подумать, я и так пока хлеб, я могу этих из зерен пожевать, мне бы вот, может быть, мясо какого-то, может быть, какого-то стейка, может быть, еще серьезнее. Что ты мне хлеб этот предлагаешь? Но здесь написано, что она поела, наелась, еще взяла с собой и пришла к Наимине и дала, и она еще поела, слава Богу. В нашей жизни, как мы иногда хлебом распоряжаемся, духовным хлебом, который Бог посылает в нашу жизнь. Или мы просто выкинули его, или просто вымели, или не приняли, или мы просто это взяли в свою жизнь, поняли, что это хлеб духовный не просто взяли для себя, а пришли еще, дома детям поделились, разобрали, мы с женой поговорили насчет этой какой-то проповеди, пообслуждали, поделились, сами наелись и других накормили. Но вы знаете, мы иногда хлебом перебираем, но Руф в то время, она просто колоссиями не пренебрегала, слава Богу. Колоссия — это намек на хлеб. Колоссия — это еще процесс дальше тебе, чтобы ты приготовил хлеб. Но как нам важно в нашей жизни не пренебрегать даже намеками, не пренебрегать даже какими-то направлениями, которые Бог посылает в нашу жизнь. Или, может быть, Он начинает тебе грызть в сновидениях, или, может быть, проповедник тебе какой-то намек какой-то дал, может быть, даже не так обрисовал. Я вчера брату Данилу тоже говорил, когда будете в нашей церкви, вы так все по порядку, красиво все расскажите, ну, все по порядку, вот, что авария. Я вчера даже не знал, что в аварию Он попал. Я думал, ну, так что-то там случилось, да? Но сегодня Он сказал, что авария. То есть, ну, мы иногда можем намек даже, мы иногда не можем всю историю, всю картину вот эту охватить, но у нас намек, и это достаточно для того, чтобы приготовить хлеб тебе, слава Богу. Это достаточно не пренебрегать даже колоссиями. И написано, что когда она вышла и пошла вот это, вымолтила, написано, вышла около Ефу Ячменя. Ефуа это, ну, где-то, я в словаре прочитал, 39 литров примерно такая. Ну, фляга. Знаете, как раньше молоко продавали в магазинах в флягах такие, 40 литров была фляга. Вот вымолотила за день. Я думаю, что те, наверное, жнецы, которые работали на том поле, может быть, они столько не получили. Я не знаю, сколько там платили жнецам за день, да, но, наверное, может быть, целую вот это, ну, примерно 80 паундов она намолотила. Она могла бы ждать, она могла бы думать, я вдова, я буду дома сидеть, я буду еще что-то. Но она пошла и начинала собирать. И собирать не просто уже готовые буханки хлеба, не готовую муку, а колоссия, над которыми нужно было еще поработать. Как в нашей жизни мы собираем? Пренебрегаем ли мы малым или готовым, или мы собираем и анализируем в нашу жизнь то, что Бог хочет нам сказать? Однажды женщина, она бежала, у нее была нужда, она бежала за Христом и кричала. И Христос ей сказал, Христос не отвечал. Ученики уже начали говорить, что ты не обращаешь на нее внимания. Он сказал, я послал ковцам дома Израилева. Она нехорошо взять хлеб у детей и бросить в сам. Эта женщина сказала, ну и псы питаются крохами. Слава Богу. Не пренебрегать крохами, не пренебрегать тем, может быть, зернышками, это уже величайшее благословение твоей жизни. Может быть, тебе никто не предложит готовый уже хлеб. Может быть, Бог тебе предлагает сегодня зерна, которых ты должен разжевать, которых ты должен перемолоть, выколотить их оттуда. Ты должен постараться и сделать свою какую-то свою определенную работу в твоей жизни. Ты должен постараться и сделать. И вы знаете, когда в пророках однажды Бог сказал, я пошлю не голод хлеба, не жажду воды, но жажду и голод слышания Слова Господня. И будут ходить молодые юноши, и красивые девы они будут ходить от моря до моря, искать Слова Божие и не будут находить. И в это доброе время Бог сегодня предлагает каждому из нас просто питаться хлебом, почувствовать вот этот голод, еще когда голода нету, почувствовать эту жажду. Я не хотел бы, чтобы мы просто, может быть, даже уподоблялись, вот она мало бывает дома, и нам вот просто дома не бывать. Если у тебя дома дети, если у тебя дома семья, может быть, наоборот, там твое служение, тебе подольше надо быть дома, а не где-то просто по каких-то шапинах ходить. Ты, может быть, дольше еще должен вот это их собирание, собирательным фактором заниматься, влаживать и дома, независимо, где ты будешь дома находиться, или ты дома не будешь бывать, или, может быть, на служениях ты будешь ходить, ты будешь занят тем вопросом, чтобы просто своей жизни собирать, чтобы своей жизни, даже если какое-то время будет трудно, пройти вот этот определенный участок времени, И однажды разбудил Илью ангел и сказал, Илья, встань и ешь, ибо дальняя дорога перед тобою. Илья, встань и ешь. Он поел, заснул, попил, и написано, потом снова пробудился, снова попил и поел, и сорок дней, и сорок ночей, и шел до горы Божьей Харива. Слава Богу! Дальняя дорога, для кого она в чем будет выражаться? Может быть, она в чем-то будет выражаться? Вот сегодня брат Анатолий говорил, год уже выражается эта дорога, хождение по этому кэнсеру. Господи, а сколько она будет дальше продолжаться? А в кого она, какая дорога будет выражаться, мы не знаем. А в ком могут быть дети, наркоманы или алкоголики, а мы не знаем, сколько эта дорога будет продолжаться. Но сегодня Бог тебе предлагает просто собирать эти колосья в своей жизни, где бы ты ни услышал. Если ты слышишь где-то какое-то служение или какая-то еще молитва, какая-то молитва еще экстра в церкви, беги туда, беги, почувствуй этот голод, когда у тебя еще нету голода. И да будет имя Господне благословено, склонимся перед Ним. Аминь. Аллилуйя, 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 Лорви де Глори Ребей де Глада Ребей де Глада Ребей. Співи 541 номер. Тебе, творця святів просторів. Після загального співу служение хору. Звучит песня. 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 Звучит песня.